В символе веры Господь Бог называется Творцом Неба и Земли, а по-гречески, если я не ошибаюсь, там Паэт Неба и Земли. Паэт Неба и Земли, то есть он сочинитель. И в молитвах Крещения священник говорит, что Господь Бог от четырех стихий Тварь сочинил. Сочинил, то есть от четырех стихий Тварь сочинил, и четырьми времены круг лета венчал еси. Значит, вот этот Паэт Неба и Земли сотворил человека на деревьях и в своем образовании подобен. Очевидно, и нас делает некоторые вроде Паэтами изначально, и задает человеку такое высокое свойство, о чем Пушкин говорил, что мы рождены для звуков сладких и молитв. То есть сладкие звуки, молитвы и всякого рода творческий подход к жизни. Вот давайте об этом поговорим. Творческий подход к жизни. Бог – творец, поэт Неба и Земли, поэт души человеческой, душа души моей, как говорил Державин. То есть человек, образ его, он себя, Господь, во мне изображает, как солнце в малой капле воды. То есть мне тоже нужно быть творцом, нужно творить нечто. А современная вода, то есть все, что мы сегодня скажем, что бы мы никогда не сказали, мы всегда будем отталкиваться от какого-то контраста, который нам предлагается миром. Современное творчество все более и более принимает деструктивные, такие наглые, такие обезьяньи, такие повадки, ужинки. Оно все больше похоже на тех троллей, которые несли зеркало туда, к престолу Всевышнего, в котором бы он смешно изобразился, чтобы даже над ним посмеяться. Помните там преамбула к сказке о Снежной королеве? Какие тролли там изобрели зеркало, в котором все безобразно отображалось, все было совсем не такое, каким есть. И тролли тоже жутко веселило. И они хотели на Бога посмеяться, и они потащили это зеркало, оно разбилось на тысячи мелких пусков, в глаза людям поразлеталось, люди увидели изменившуюся картину мира. Так вот, творчество современное, это все больше и больше троллевые забавы. То есть на творцовом посмеяться, ничего не создавая, испортить то, что создали другие. Обсмеять, опорочить, оплевать, значит, идейно оплевать то, что для других является предметом благоговидного поклонения или уважения. И сказать людям, что святыни нет. Так сказать, алтарь опустили, огонь пакут на алтарях, святыни нет, нет ничего. Святого осталось только посмеяться, когда же, значит, уже и сил смеяться не будет, остается только в петлю полезть. Таков последний финал современного постпандернического мышления. И вот на фоне этого такого, вот такой подход предлагается человеку в жизни, на фоне такого подхода предстоит нам, очевидно, научиться заново для себя, открыть кучу разных таких преразусных вещей. Например, вот чего сейчас нет в школе, например. Сухомлинский делал такой урок с детьми, назывался «Пуль зернышка». Дети сами, дети садили в первых классах, там, второй, третий класс, на присадебном участке зернышка, каждый свое. Наблюдали за ним, как оно растет. Давали ему вырасти. Оберегали его, дождались, пока он будет колосочком. Маленький этот урожайчик снимали из этого одного зернышка, пять, шесть, семь зернышек получали. Его мололи, там, какие-то маленькие мельнички. И потом какой-то там маленький бубличек, какой-то пекли. И это для них было такое великое чудо, это путешествие зернышка от земли до стола в виде хлеба, значит, они совершали собственными руками. И уже потом эти дети, как говорят о воспоминаниях, ученики его, не то, что не бросали хлеб на пол, не то, что там пренебрегали этим продуктом, они вкладывали ум в то, чем пользовались вообще. То есть бесовское мировоззрение, это мировоззрение существа, которое ничего не творило, ему ничего не жалко. То есть бесу ничего не жалко, он ничего не творил. Он ни для кого отцом не является. И ничего во всей природе благословить он не хотел. То есть ему куда плюнуть, ему совершенно безразлично. Человеку нужно вложить ум в то, чем он пользуется, потому что члеская жизнь сложна и вкусна, и красива. Но обязательно сложна. То есть начинают пуговицы, которые, значит, там, скажем, пришиты к пиджаку, заканчивая, там, скажем, ботинками на ногах, мобильным телефоном в кармане, часами на руках, спутнику, который транслирует телеканал. В члеском мире все ужасно сложно. Это все нужно, по крайней мере, ценить. То есть нужно, по крайней мере, дать себе умную задачу, удивиться хотя бы иногда, то есть насколько сложно все то, чем я пользуюсь, и как много труда вложено в то, чтобы придумать это, создать и мне на службу поставить. Это, пожалуй, может быть, первый даже момент челеского творчества. То есть понять, насколько сложен второй человеческий мир. Человек живет в двух мирах. Первый мир – это просто природа, то есть земля, воздух, солнце, вода, то, что мы не творили. А второй мир – это вторая природа, цивилизация, внутри которой живет человек. То есть это асфальт, бетон, выструганное дерево, покрашенная доска, сшитое одеяло, и так далее, и тому подобное. Вот нужно оценить современному человеку, это наша задача всех педагогов и родителей, дать понять детям маленьким и себе самому, как сложен, как дорого дался человек, тут относительный комфорт, которым каждый из нас пользуется. Для того, чтобы оценить плоды чужого труда, и для того, чтобы хотя бы поддерживать, если не умножать хотя бы, для того, чтобы хотя бы поддержать человеческий мир в неком балансе, необходимо уже вложить в него много труда и стараний. Мало выдумать, так сказать, открыть ядерную реакцию и научиться ей управлять, потом нужно всю жизнь теперь переживать над этими ядерными объектами, которые уже работают, потому что они очень сложны, очень полезны, очень опасны, все вместе. И такой весь мир, он сложен, опасен, полезен. Все полезно и сложно, все сложно и опасно. Любое лекарство превращается в яд при неумении дозировать. Вот, современная жизнь требует в высшей степени ума человека, для того, чтобы он оценил, сколь сложна та красота, в которой мы живем, и сколь полезна эта сложность, и насколько мы беззащитны без нее, на самом деле, да, человек. Вот, это такая, так сказать, умная задача. Иначе Богу не нужно придумывать, чем нас наказать. Если человека раньше он наказывал голодом, моровыми болезнями, нашествиями на племенников, то сегодня ему стоит только благословить, чтобы какой-нибудь шурупчик поломался, например, в поездах дальнего следования, или чтобы залипла клемма какая-нибудь там на пульте управления ядерной электростанцией. Всего-то на все. И проблемы миллионам людей обеспечены. То есть, выдумывать наказание Богу уже не нужно для человека. Человек сам выдумывался для наказания, создав для себя сложнейшую цивилизацию, и на каком-то этапе нужно просто расслабиться и управлять. То есть, если наша цивилизация будет уничтожена, она будет уничтожена внутренними паразитами. То есть, существами живыми, человекообразными, которые желают потреблять и расширять круг потребляемых товаров и услуг, не вкладывая даже ума в то, что они потребляют. Как оно удалось, как возникло, сколько оно стоит, сколько мыслей вложено в то, что ты так преступно сжираешь каждый день, значит, не замечая этого. Вот вам, так сказать, умный труд. Вообще всякое творчество это умное занятие. Не существует творчества, при котором пальцы работают, а голова не работает. Всякое творчество это ум. Художник работает руками и глазами, музыкант работает руками и ушами, но и у того, и у того, в главной степени работают голова и сердце. Вот. И современному человеку как раз очень нужно правильно подходить к этой сложнейшей жизни для того, чтобы она не стала проклятием. Повторяю, потому что, насколько сложнее ракета велосипеда, настолько ракета и опаснее велосипеда. И если, скажем, глупый человек с велосипеда упавший всего лишь там коленку обдерет об асфальт, то глупый человек в ракету севший уничтожит себя и всех вокруг. Чем сложнее наша жизнь, тем умнее мы должны становиться, тем осторожнее мы должны становиться, тем, собственно, и смиреннее мы должны становиться. Нас очень легко стало наказывать. Мы превратились в сплошную болевую точку. Мы сами себе сделали мишеньями своей же, так сказать, трудовой деятельности. Если мы не поймем, то мы не осветим молитвы окружающий мир, то беда уже лежит у порога. Уже у порога у каждого лежит, так сказать, домашний враг, который в любую минуту проснется, чтобы съесть человека. Поэтому думать нужно современному человеку. Думать и думать, молясь. И молиться, думая, ни того, ни другого нельзя делать друг без друга. Вот об этом мне хотелось поговорить. Об этом сказалось. Спасибо. Спасибо.